приветствую дорогие друзья сегодня с вами я владимир дзюба и как всегда хочу сказать пусть бог благословит в этом дне пусть здоровье хорошее настроение пусть многогранная божья благодать она сегодня проявляется в жизни каждого из вас помните бог за нас бог с нами и какие обстоятельства сегодня не были чтобы они вам не говорили взирайте сегодня на христа знаете очень важно сегодня среди суеты и среди тех проблем которые накатываются возможно большими такими волнами или приходят как горы библия по-разному называет проблемы разные есть образы несмотря на все то что приходит взирать сегодня на христа знаете есть тот путь который бог предназначил для нас и я верю что с его помощью мы пройдем этот путь каждый из нас мы пройдем мы преодолеем чтобы сегодня не подымалась и не приходила в нашу жизнь пытаясь нас остановить в том чтобы мы следовали за ним поэтому укрепитесь и как всегда мы вникаем слово божие мы сделаем такой маленький экскурс я сегодня хочу взять один стих ободрить каждого из вас знаете были люди которые шли перед перед нами были те кто имели откровения были те кто знали о своей жизни знали о своей встрече и сегодня я хочу прочитать это второе послание тимофея 4 глава 8 стих а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день тут и не только мне но и всем возлюбившим явление его на самом деле в этих словах есть ободрение апостол павел горит а себе это то что у него есть уже чувствование что он предстанет пред богом как перед своим судьей который они готовят для него венец и ободрение в том что не только для него есть этот момент встречи с господом и обретение награды но сегодня этот момент точно также есть для каждого из нас поэтому сегодня когда мы находимся в физически физическом мире есть моменты которые сбивают наш фокус от того что бог имеет для нас но вот важно сегодня сохранить это в своем сердце и в своем видении в одном из посланий апостол павел о горнем помышлять и как важно сегодня для нас как тех людей которые следуют за господом не только для того чтобы обрести благословение на этой земле получить исцеление или еще какой-то прорыв свою личную жизнь но я верю что мы следуем и мы уже перешагнули только земные какие-то цели обетования а сегодня я верю что большинство сфокусированы уже на небесах тоже до то что ждет их на небесах потому что мы не знаем в какой день мы предстанем пред ним но я знаю что каждый из нас а мы обязательно предстанем и я думаю что наша земная жизнь это как раз и тот момент когда мы готовимся для того чтобы предстать поэтому сегодня вы посмотрите на свою жизнь чем вы заняты чем вы сегодня увлечены если бы сегодня пришел христос возможно было даже стыдно то чем мы занимаемся и то к чему стремишься поэтому я верю что сегодня время отформатировать даже свои желания свои направления понимает то понимает то что мы предстанем пред ним и чтобы каждый даже при своей жизни имел дерзновение как у апостола павла сказать готовится для меня венец знаете венец это как как награда а павел берет образ такой с олимпийских игр когда спортсмены участвовали в каких-то соревнованиях и когда они выигрывали какой-то забег или какую-то борьбу или еще ему давали венец и он приводит этот эту параллель что мы точно так же как воины мы точно так же как спортсмены мы преодолеваем этот путь и мы предстанем пред ним и важно предстать не прятать свои глаза ты имел понимание но ты не двигался ты не шел так как он этого хотел ты не соблюдал те правила которые он дал для для этого марафона поэтому форматируйте а форматируйте через покаяние свою жизнь принимайте решение выходить на в ту точку там где бог ожидает вас видеть там где он вас видел чтобы шторма и киты к океану они не возвращали в ту позицию там где бог желает видеть а чтобы вы всегда были в центре воли божьей это то чего я желаю вам и себе да сохранит нас господь да благословит пусть его свет он осветит нашу жизнь и имя она прославится в нашей жизни и будем жить ради того чтобы бог прославлялся и возвеличивался благословляю во имя иисуса аминь